Различные цветовые гаммы. Как вы сами увидели, он асфератор. То есть разный цвет, не знаю, был использоваться для сна, скажем, все во сне, было в зеленоватых оттенках. Все в реальности синий, в синеватых оттенках и так далее. Сериалисты же показали, что можно запутать свитер. И дальше Эмма получила различные фильмы, фильмы 8.5, где разные модальности, они практически ничем друг от друга не отбиваются. Таким образом зритель должен разгадывать, в какой момент сон героя, в какой момент не сон героя. И это начало развитие с точки зрения показа, как показать поток сознания на экране, выстроить какой-то ассоциативный ряд на экране, показать процесс мышления на экране. Это использовал такой режиссер, как Берман, например, в фильме «Персона». В фильме «Персона», если вы посмотрите, в начале идет показ поток сознания просто образом, который логически, вроде бы на первых взгляд, никак не связанным друг с другом, кроме как ассоциативным. Дальше Эмма получила развитие в фильмах Тарковского. Таких как «Зеркало», либо один из знаменитых эпизодов в фильме «Стал», 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 Вспомните в одном из моментов, когда они перепихают, когда они находят в зоне, камера делает панораму по вещам. Там, где речка, где лежат какие-то вещи, имеется в виду, которые были еще до радиации, камера делает панораму по нит, таким образом показывает процессы размышления автора о том, к чему привел прогресс, о гибели цивилизации. То же самое, кстати, практически делал Эйзенштейн в фильме «Октябрь», только в 1927 году, который объедил свое время. Он точно также пытался показать процесс мышления, когда в октябрь, это по сути дела экранизация октябрьской революции, в конце он показывал боговы, то есть он переходил из икон, он показывал после этого икона, статую, изображающую там его именом бога, и в конце просто показывался чурбаном. Таким образом он пытался сказать зрителю, что бог чурбан, бог телевизор. Для зрителя тогда это показалось слишком сложным, и все это считали, потому что не привыкли пока к ассоциативному монтажу. Но потом он уже больше стал использоваться именно после 60-70-х годов. И до сих пор как раз фильмы используются. То есть, в общем-то, иногда, когда мы хотим заботить зрителя, либо какие-то филеры, маркеры часто не используются. То есть мы определяем сон, это или я, и каким-то другим элементом, часто внутри сюжета. Как, например, в фильме «Начало» у Кистернона, где есть юла, либо какие-то странности в мире, внутри мира. То же самое как раз, что было и у Финии. То есть зритель мог понять, что это другая модальность только потому, что нарушался какой-то закон мира, или логика мира. То есть мы с вами понимали, что такого верности явно не происходило. То есть вдруг я снялку, и появился, не знаю, клоун или нети народов. Мы понимали, что это в фантазии первое. То есть это используется прием до сих пор. Вообще, надо сказать, что последнее изобретение в киноязыке, оно относится, на самом деле, к 80-м. Приглом на контакте. С тех пор в киноязыке ничего нового не изобретено. Мы сейчас с вами продолжим разговор. Я скажу чуть-чуть, да. А как же «Скринлайф»? То есть это не киноязык? Нет. Смотрю, «Скринлайф» это просто связано с того, что происходит на этой истории. Ну да, но это считается одним из самых ярких достижений в кино. Вот когда выйдет, то есть это будет осмысленно во многих каких-то фильмах, и, по сути дела, они используют текст, который был на экране. То есть мы видим текст, и героев на экране. Ну, ты попробуешь сейчас открываться на… Именно, смотрите, с точки зрения киноязыка, который приносит нам штуки, новый рассказ, изображение, это не является, по сути дела, сам экранизируемым экраном. То есть, по сути дела, то же самое, что мы делаем в видео троникрон. Мы показываем действия, происходит на телевидении. Либо угумяемся телевидении. Либо мы делаем то же самое, что и делал еще Петр Гриновый, либо мета-челодан ваш с Турьера. Никто не слышал про Петр Гриновый. Что? Петр Гриновый. Вот просто Петр Гриновый, он активно использовал, и это тоже относится к 90-80-х совмещений просто разных блоков. Текстовых блоков, записок, телевидения, картины. Они накладываются на другу, а все же дело, Скринлайв просто одна из своих разновидностей. Вы просто пытались, короче, мы не смогли даже с ним договориться, но просто вам больше не было за использование этой технологии. Я, на самом деле, не совсем понимаю, что вы видите всюду, потому что еще до пикмопета, то есть до хватит друзей, до поиска, было несколько форов, в том числе веб-клибо 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 веб, где использовался, тоже сказать, просто не все время. Герои выходили на транс, но в основном действия мы наблюдали. Ну, я не знаю, что он за пикмопета. Мне кажется, что это один просто из коммерческих достаточно уход для того, чтобы сказать, что это не так, потому что это дешево, коммерческий, но не ну, потому что затрат ноль, но и то, как бы не всегда. Потому что есть пример, как блогеры, как называется? Заломать блогеров. Да, заломать блогеров. Да, в топах. В топах, которые он абсурдит коммитер. Вот это ужасно. И есть впечатление, что если ничего нового там не будет отсутствовать, то это в конечном итоге просто надоест. Потому что по окрасу все дела ничем это выгоднее, например, снимать и смотреть вайны, которые в инстаграме, чем постоянно какие-то медицинские пары. Достаточно ограниченные пары. Это было сделано еще, как раз с вами об этом я упомянул, в послевоенный период в 60-х Италии. Фильм Мандужано. Один из первых фильмов, который такой делал, был фильм от Ганнибалта. Ну, смотрите, давайте забежать чуть-чуть вперед. Да, давайте не забежим вперед. Скажем, да. По Минеметре, а разве была как раз вторая мировая шляпность из того, с которым присоединили, как в инстаграме из этих планов? Смотрите, это про аутилистические фильмы, которые как раз, да, искажали реальность. В том числе мы видим вот сейчас как раз Олимпия. Риффенштайн, который снимал Олимпийские игры. Точно так же использование этого художественного съемка. Но именно как о жале, который сознательно выдает себя за документальный съемок, таковым не является, является практически полностью постановочным, это фильм на итальянском периоде, который называется Мандон. То есть это прощает, как собачий мир, потом Леди Смерти и подобный период. А если вообще, давайте, да, сейчас тогда немножко ведем в конец. Почему нет никаких новых изобретений в кинотехнике? Смотрите, стереокино в 3D, когда придет? Тридцатые какие-то там, сороковые наши сомнения. Первые стереокино, как раз с методом просмотра синий-красный очки, они появились в конце тридцатых. Один из первых фильмов, это был в случае убийства «Набирайте М», «Хичкова». Потом появились уже где-то в 50-х. Первые стереоэкраны, которые позволяли смотреть стереокино, без использования «Хичкова». И какой-то популярностью, то есть это всплесками, это пользовалось как аттракцион. Потому что именно как 3D, как киноязык, он осмыслен не был. Потому что киноязык – это то, с помощью чего мы с вами можем рассказывать историю какими-то изобразительными средствами, которые дронатургически оправданы в культуре. 3D дает аттракцион. Единственное осмысление первой попытки его осмысления, 3D, они были, как и не так давно, это у Гадара, есть такой режиссер, в французском ромном баллоне даже, но и Гадар. У него один из последних фильмов, это называется «Прощай речи». То есть он сделан в духе такого вообще кинорессе. Там он показывался как раз на Московском кинофестивале несколько лет назад. Выдавали очки, 3D. И там были некоторые сцены, скажем, мужчины и женщины сидят на кухне. В какой-то момент там женщины идут душ, мужчины идут на кухне. Изображение начинало будет раздравиваться. И если вы закрывали один глаз, то вы видели, что происходит с женщиной. Таким образом вы могли монтировать сами, осуществлять монтаж. То есть немножко строить сюжет. Но это уже почти было использовано в такой же манере в фильме о делеганце Наполеона. Потом, если мы с вами говорим про 3D кино, оно просто когда нужно, ну как аттракцион, хорошо, но интересно, интересно. Потом оно интересно не спадает. А интерактивное кино. Вот, например, одна из семи последних «Черного зеркала». Жанре нужно выиграть. Ну а интерактивное кино, оно впервые, его фотосним появилось в 50-х. В Чехии. В Чехии были показаны спинентальные фильмы, где просто были куплены. То есть заранее снималось несколько сцен дополнительно. Там было два антракта. У зрителей было две кнопки. Услова красная, зеленая. Герой что-то делает, делает, делает. Появляется надпись. Вы хотите, чтобы герой, не знаю, вышел из дома, либо остался в доме? Зрители нажимали кнопку. Подсчитывается, кто больше каких кнопок нажал. Антракт заканчивается. В этот момент появлялся антракт. После антракта, какому он был нужен для того, чтобы поставить ту или иную бобину. Бобину вставили. Рассмотр продолжался дальше. В 2010 году был немецкий триллер, где девушка прижала по лесу, и там в кинотеатре на эти показы зрители оставляли номера телефонов. И девушка убегает от маньяка. В какой-то момент она берет телефон. Звонит у кого-то из зрителей звонит телефон. Он поднимает девушку на грани. Куда она будет бежать? Тарелка не направо. На первую. Она бежит по лесу. Направо. Она бежала на правую. И... И миксерный театр сейчас? Ну, миксерный театр, это театр все-таки. Ну, это то есть миксерный театр, это уже, мы поговорим об искусстве, на грани с квестом, на грани с игрой. Ну, а именно интерактив кино, он не приживается. И почему с 70-х были попытки, да, то есть повлечить зрителя? Потому что интерактив, это больше свойственно для игры. Интерактивное кино... И это другой опыт, да. Потому что, смотрите, когда мы с вами хотим посмотреть кино, мы хотим увидеть вообще-то оформленное авторское рассказывание. Когда мы смотрим кино, мы можем думать, воспринимать информацию, но зачастую зритель в большинстве не готов еще делать выбор. Потому что считается, что выбор за зрителя уже сделал режиссер, который все и рассказывает. Когда же мы с вами настроены поиграть в игру, то как раз мы настроены управлять по веслованию через определенный выбор, через определенные игровые модели. Поэтому именно интерактив... Есть понятие интерактивного кино, игр, которое как интерактивное кино. И в этом плане одна из таких игрок, которая позволила об этом говорить, задала именно такой план активный, это Кэйми Рейн. Которая выходила на Кэйми Рейн. Это развитие Фаренгея, но даже шутер, который Детройт выписывал, да. И просто вот именно Кэйми Рейн выпускают на какую-то новую... Первая доска, наверное. До этого был Фаренгейт. Такой же практически. Но именно Кэйми Рейн и его просто были на высоте. Все столичные. Все столичные. Да, да, да. А также вот эти игры студии Тэпл Геймс. Это... Но они все равно игры. То есть вы все равно играете. Хоть вы и смотрите истории, но вы все равно настроены на то, что вы делали. То же самое относится к VR-кену. Никто не смотрел VR-кену. Смотрел. Ну, не играйте, но... Да, я смотрел. Вот. На фестивале показывали. На фестивале, да, показывали... Нет. Смотрите, хард-кор, это мы с вами говорим опять же, это субъективная камера. ПВП. Фильм, который вроде бы полностью снят от первого лица. И он по сессионисту как первый фильм, который был снят. Но опять же, это не новое изобретение на языке, потому что до этого был сериал «НТ» «Твоими глазами», «Чужими глазами». И каждая серия, она была для себя какого-то героя, участник этого события, рассказывал историю его глаз. Но до этого, в 40-м году, в 45-м, по-моему, или в 46-м, был нуарный фильм по названию «Леди из озера». Это нормальный фильм, который был снят полностью от лица главного героя. Главный герой – это зеркало, мы только видели тогда его отражение. Он поднимал в руки, мы видели его руки. И все развелось по такой модели. Фильм вышел, то есть как вроде бы с новой минутой съемки, как я говорил в 45-м, 46-м. Никакого особого успеха не сстал, и больше с этим никто не диспрезентировал особо. До недавнего времени. То есть, опять же, видите, те находки, которые мы воспринимаем, находки, о, круто, здорово, они уже были. Просто в какой-то момент они опередили свое время, и зритель их не осознал. А сейчас, как бы, кто-то подумал, как эту конструкцию можно намного выгоднее использовать, встроить сюжет, чтобы историю рассказать. И, условно говоря, такая конструкция начала заходить. Поэтому я как раз когда и говорил о немой кино, почему важно именно смотреть, и для того, чтобы не сто раз не заплетать, в том числе и велосипед, а просто понимать, что есть какие-то приемы, которые вы можете приостановить и использовать. Про Виаркино, то, что я говорил, когда мы наблюдали, опять же, на московском кинофестивале, там была отдельная секция, наверное, несколько двухэтажных фильмов. Но в этих фильмах, в том числе, там была реклама во время первых, когда окажется, что ты внутри космического корабля. И вся трагедия для Виаркино была в том, что нельзя было взаимодействовать с окружением. Ты можешь в этом кино делать просто. Ты можешь там смотреть, поворачиваться на 360 градусов. Но когда у тебя дают свободные изменения пла обзоров, тебе, естественно, хочется свободу действия какого-то. А они это не предлагают. Таким образом, как это зачаровывает. А именно как Виар игра, то есть в виде игры, это работает, это здорово. Поэтому я пока сомневаюсь в будущем именно интерактивного кино, либо Виар, или скорее, в будущем Виар игры. И игровое кино. Хотя, например, тот же могу, наверное, слышать, да, Эмми Рид, этот режиссер там был, он Супер Львовит, вот здесь игра. Он же снял какометражный Виар фильм, где про иммигрантов Зритель один из службы, иммиграционной службы, как стоять перед людьми, в зависимости от того, на кого зритель посмотрит, ту историю он и видит. Но опять же, зритель, на кого посмотрит, это игровой людьми, игровое кино. Больше, чем элемент кино. И в том числе в 70-80-х были попытки сделать географические кино. Не слышали про географические кино? Они разрабатывали, в СССР была разработана, долго над ней работали, и потом, который, по-моему, продали как раз в Америке, потому что все развалилось. Суть в том, и до сих пор они ведут на дырку. Хотя, ну, тут проблема именно сзади, если все это показать. Географические кино, там сложные системы лазеров, было доступно тогда три фильма, и им можно было свое специальное помещение. Ну, это просто, в том числе, как долгая рамка. Есть у человеческих объемных кино, ее можно обойти, посмотреть слабо-стану. Пока эта технология непонятна. Ну, то есть, по своей торговизне, она не оправдывает никаких затрат, которые выигрывали с людьми. И если мы говорим про технологический прогресс, то сейчас все фильмы в основном используют тот язык, который уже этот язык сформировался в 70-х и 80-х. В тот же 70-е сформировалась эта схема. В 50-х активно развивалось телевидение. Ну, оно появилось в 50-х. Телевидение стало предлагать зрителям тоже просмотр. Теперь не надо было каждый, я не знаю, в ходу, как и день, или в каких-то количествах. В театре можно было хоть каждый день смотреть что-то дома. И началась борьба за зрителем, потому что зрителям только в момент он стал с нельзя попадать. А что нужно для того, чтобы зрители обратно? Формат изменить. Да, изменить формат, то есть придумать аттракцион. Чем нужно оценить? Поэтому появилась как раз смена формата, широкоформата изображения, поэтому тогда как раз стал появляться объемный звук, и именно с технологическими вот этими нововведениями стали возможны явления блокбастеров. Один из первых, который был, кто, он не знает. Леопатрон? Спартак? Кто-то сказал челюсти? Челюсти. Челюсти. Да. Челюсти это был первый флотбастер, и породил эту эпоху флотбастера. Потому что его оказали, и он собрал огромную кассу. Это было всего в этот же период, когда я не знаю, звезды воины. И, в общем-то, какая-то эпоха, скажем так, массового авторского американского кино тоже закончилась, потому что оно появилось в 60-х. Американско-авторское кино, и даже было как раз такое определение, как Нью-Йоркское независимое движковое кино. И выходили тогда такие леты, в период, как «Заместность с крестным родцом», «Убийство китайского букмекера», фильмы «До сердца ангелов», был фильм с Эль Пачином исследованием, где Эль Пачин играет с ледом, для которого он уже будет делиться больше публичных маньяков. То есть, был достаточно нетривиальный сюжет, из поиска форм, из поиска интересных концептов, и из прикорных мэров под пастер, чтобы это все закончилось. Какой это сейчас у вас будет? То есть, по-моему, «Имра учитала»? Смотрите, это фильм, который больше всего ориентирован на атакцион и на развлечение. Он использует вся достижение, современное, звука, изображение, цвета, для того, чтобы он максимально развлечь зрителя. И делает это в ущерб повествования, в ущерб сюжету. Хотя, иногда, есть так называемые арт-бастеры, но это понятие стало появляться, когда появился фильм, «Матрица», то есть, вроде бы, используют последние достижения в графике, в съемке, но при этом, вроде как, сюжет, более-менее уроки. Являются ли такими, например, «Мстители» от бастера? Не знаю. Нет, наверное. В этом плане, является ли «Ланбастером» Джокер? Скорее, нет. Скорее, как раз, именно, тот случай, когда, фильм, именно он снят в манере, кто-то смотрел уже? Пару человек. Да, он как-то снят, именно как независимое американское кино, еще до того, как его заменили в «Ланбастера». Таксист, комедий, как я уже говорил, в «Ланбастера». Он, он как…